Йоу, друзья, всем привет! С вами Коча. И знаете, я хотел продолжить разоблачать Евгению, администраторшу из поисков истины, потому что у меня много есть информации на этого человека, но я, наверное, не буду этого делать. Совсем недавно мне скинули эфир у Велеса, где он про меня говорит, и люди, которые в деле Влада Бахова, некоторые начинают его поддерживать. Также Влад Бахов акции его поддерживают, именно все его высказывания в отношении меня. Давайте же посмотрим то, что он про меня говорит, и, разумеется, я ему отвечу и прокомментирую все вот эти моменты. Вот смотри, Велес, а где я, собственно говоря, наврал? Ведь речь шла о донатах, потому что люди постоянно говорили, что мне донатят огромное количество денег, и я специально показал этот скрин, что за последние 30 дней мне задонатили на донате ноль. И я уже не раз повторял и повторяюсь, что я зарабатываю исключительно только через YouTube, через рекламу. Я много раз говорил, что весь мой контент полностью монетизируется, и не важно, Влад Бахов это или же нет. И вот за последние 28 дней именно с YouTube, вот вам скрин приложу, я заработал 576 долларов. И большая часть этих денег мне пришла даже не от роликов Владислава Бахова, как некоторые думают, а вот, к примеру, ролик про кадыровцев, 164 доллара за последние 28 дней. То есть, ребят, вы посмотрите статистику, пожалуйста, по просмотрам, да, есть ли там реклама или же нет рекламы. Потому что некоторые мои видеоролики по теме Владислава Бахова становятся с желтым значком монетизации. То есть, там ограниченная реклама идет. И еще раз, да, я никогда не отрицал, что я зарабатываю деньги на своем YouTube-канале. Я всегда это говорю, и в тех же видеороликах я показывал скрины. И даже если взять вон ту банковскую карточку, которая тоже указана у меня в описании, то я могу сделать скрины, и там за последний месяц получается, что мне за донатили, там плюс-минус выходит около 3000 рублей. То есть, это еще раз не такие уж большие деньги, и при этом люди мне не пишут, что вот тебе донат исключительно за тему Владислава Бахова. Потому что сейчас некоторые люди преподносят так, что мне донатят люди, которые находятся в теме Владислава Бахова, и донатят они мне огромные деньги. И я удивлен, что Влад Бахов Фактс также подтвердила твои слова и сказала, да, я полностью согласна с тем, что вы сказали. Ну, спасибо тебе, Влад Бахов Фактс, давайте дальше посмотрим. Вот смотри, я никогда не отрицал факт того, что я новостник. Я действительно выпускаю короткие новости на своем канале, как узнаю ту или иную информацию. И я никогда не говорил зрителям, что, ребят, я вот тут 100% прав, что вот верьте только мне, я крутой блогер и так далее. Я много раз подчеркивал факт того, что, ребят, я могу ошибаться, что это всего лишь версия, да, что я не такой уж идеальный, да, то есть я обычный человек, я только учусь, то есть я только постепенно начинаю развиваться, то есть мне свойственно ошибаться, но, опять же, да, ты говоришь, что моя репутация на нуле, и я боюсь даже представить, какая у тебя репутация, если моя репутация на нуле, вот как ты говоришь. Вот тут я вынужден согласиться, реально, вот в этом моменте я был неправ, но этот видеоролик я потом убрал даже, то есть я помог его матери, опять же, не важно, друзья, какой он человек, плохой или хороший, главное, я сделал добро его матери, да, чтобы у него хватило денег на лекарства, а там, как вы пишете, да, а вдруг он мошенник или шарлатан, но, друзья, ему на совесть, я вот честно скажу, когда он мне скинул вот эти вот фотографии, да, что с его мамой, я реально верю, что вот действительно у его мамы серьезные проблемы, то есть вы можете не верить, но то, что я добавил в название Влад Бахов, это правда было лишнее, это правда моя вина, и я это не отрицаю, это единственное, да, вот в чем я могу согласиться с Велесом, давайте там концовочку посмотрим, и дальше я продолжу. Вообще-то, Велес, я написал тебе, что я спрошу у Валентина, могу ли я дать его номер мобильного телефона тебе, мне Валентин так и не ответил в своем мессенджере, но у меня возникает такой вопрос, а что ты хочешь, вот когда я же тебя просил дать номер мобильного телефона, вон той самой единоросске, которая оскорбляла родителей Владислава Бахова и самого Влада, то ты же мне не дал его номер мобильного телефона, тогда почему ты хочешь, чтобы я к тебе так же относился, то есть вот тут, как я считаю, у тебя вопросов вообще ко мне не должно быть, но знаешь, я тебе благодарен даже за данный видеоролик, мне этот ролик многое дал понять, вот эта вот твоя прямая трансляция, потому что я увидел, что вот эти вот люди, которые за Влада Бахова пишут про меня, и мне, честно говоря, было не по себе, когда они писали, вот Коча такой, Коча сякой, Коча вот такой гнилой, особенно вот Влад Бахов факт, которая полностью поддерживала все, что ты говорил против меня, и при этом человек сам мне в сообщениях писал, что я вообще конченый лицемер, и знаете, да, вот вроде я всегда стараюсь помочь всем людям, и вот теперь, да, оказывается, меня называют лицемером, может быть, я и правда лицемер, может, я когда-нибудь им стану точно, да, потому что я не могу все вот это терпеть вечно, то, что происходит, потому что вот смотрите, да, вроде мы все с вами заодно, да, мы за справедливость в деле Владислава Бахова, и на данный момент меня топят не та сторона, да, а свои же топят, вот что самое удивительное, за что я благодарен даже, ведь я даже начал задумываться над тем, что может мне уйти с этой темы, может, я реально мешаю или остаться, да, раньше не думал, сейчас вот на самом-то деле думаю над этим, однозначно скажу, что видеороликов по теме Владислава Бахова на моем канале теперь будет гораздо меньше, и пускай об этом снимает Влад Бахов факт, я же лицемер, я же такой плохой, гнилой, так что вот так вот, да, видеоролики будут по теме Владислава Бахова, да, если я выдержу все это снимать, я сниму, если нет, то сами понимаете, так что вот так, я надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием, буду просто ожидать уже официальных источников, да, то, что скажут родители, то, что скажет адвокат, а больше ничего снимать по теме Владислава Бахова я не намерен, может быть, вообще уйду из этой темы, потому что, опять же, друзья, ну, уже очень много я терпел, вот, всю вот эту грязь, которая на меня льется, и у каждого человека бывает тот момент, когда его терпение лопается. Ну, а с вами был Коча ТВ, всем спасибо, пока-пока!